1 января 2019 исполняется 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. Наши корреспонденты встретились с профессиональными историками и руководителями предприятий, работавшими в это время. Эпоха нескольких поколений и яркие страницы истории БССР в следующем сюжете. 30 лет БССР, 50 лет БССР, 60 лет БССР, 70 лет БССР. Когда-то практически каждую юбилейную годовщину образования Белорусской Советской Социалистической Республики в Гомеле стремились увековечить в названии улиц. Кроме того, есть еще несколько белорусских улиц. К сожалению, только такое разнообразие названий на исторических познаниях гомельчан практически никак не отражается. Ответ на вопрос, когда была образована БССР и при каких обстоятельствах, для многих оказывается достаточно сложным. В 22 или 24 году Белоруссию образовались, да? При каких обстоятельствах? Когда был Советский Союз? Это было 1 января 2019 года, правильно? Конец 1918-го – непростое время. 30 декабря этого года в Смоленске начала работу шестая конференция организации Российской Социал-Демократической Рабочей Партии Северо-Западной области. Название «Западная область» для нынешней Беларуси предложил еще председатель Временного правительства Александр Керенский. Впрочем, и после решения конференции о создании новой республики здесь мало что изменилось. С 16-го года ЦРК Российской Коммунистической Партии принимает решение, что Витебскую, Могилевскую губернии вернуть в состав Российской Федерации. Поэтому Гомель находился в составе РСФСР до 1926 года. Давайте смотреть на историю немножко еще и предыдущую, ведь первая белорусская партия БСГ, Белорусская Российская Громада, и другие потом белорусские партии в 1917 году, автономисты и другие, стояли на точке зрения о том, чтобы создать политическую и культурную автономное объединение, культурную и политическую автономию Беларуси в составе Российской Демократической Республики. Как и до революции, так и особенно после революции. То есть большинство из состава России в принципе не выходило. Уже 27 февраля 1919 года прошло заседание исполкомов Литвы и Беларуси с принятием решения о создании Литовской Белорусской ССР. Впрочем, и она просуществовала всего несколько месяцев. Это было действительно непростое время. Из Гомеля только что ушли немецкая кайзеровская армия и войска Петлюры. Советская Россия ожидает наступления воинских частей президента Польши Пилсудского. И на фоне всего этого – мечты большевиков о всемирной революции. Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противно-советской здесь на территории, когда эта советская власть устанавливалась, они несколько иное мнение имели. Потому что идея была мировой революции. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Вообще, суверенитет Беларуси в то время провозглашался дважды. Причем во второй раз речь шла уже не только о государственности, но и объединении этнически родственных территорий. 31 июля 2020 года – второе превозглашение СССР в СССР. СССР, СССР, а вот уже позже, позже, в 20-м году, в конце 20-го года, в начале 21-го года, стали все больше возникать вопросы о возвращении территории, присоединении территорий этнических. Не все планы, озвученные в 20-е годы 20-го века, удалось реализовать в запланированные сроки. Провозглашенный еще в 1921 году председателем Совнаркома Владимиром Лениным «План электрификации страны» был рассчитан на 15 лет. Однако в Беларуси он был полностью реализован только в начале 60-х. О причинах такой продолжительной реализации можно спорить, однако очевидно одно. После того, как в белорусские деревни пришло электричество, они обрели новую жизнь. Председатель СПК «50 лет октября» Григорий Шпаков на этой должности уже почти полвека. В 1969-м начинался строительство новых фирм и жилья для сельчан. Практически полностью разрушенная во время Великой Отечественной войны страна переживала свое второе рождение. Мы начали вести более крупное строительство. Начали с первого года строительство жилья. Строили не только подрядные организации, двухэтажные дома со всеми удобствами, а и строили своими силами двухквартирные дома. Поэтому как-то быстро была решена проблема с кадром. Люди стали тянуться, все места были заняты. Он и сегодня на рабочем месте. Григорий Шпаков – кавалер орденов и медалей Белорусской Республики. По итогам прошлого года возглавляемое им хозяйство занесено на областную доску почета. Руководитель одного из лучших хозяйств Гомельской области думает о будущем, однако никогда не забывает о прошлом. Теперь уже в далеком 1948-м он вступил в комсомол, чтобы быть полезным своей родине. И несмотря ни на какие трудности, никогда не изменял своей цели. Мы с Нового Барсука в феврале месяце 35 километров пешком шли в районный комитет комсомола для поступления. Пришли в приемной, переночевали. На завтра нас приняли в комсомол, и мы с радостью удовлетворенные, вдохновленные обратно 35 километров пешком. 27 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете БССР. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Беларусь. Алексей Натюров, Марина Джала, Евгений Макенко. Новости недели.